Сначала хотел бы рассказать о предпосылках, в связи с чем возникла необходимость. Там определенные мифы сложились по поводу аутсорсинга, но на них тоже о рисках, которые рассматривались в процессе, о модели непосредственно принятия решения и как мы искали методологию по работе с аутсорсерами и подводные камни, которые возникли при переходе. Вкратце о банке. Банк, МТС-банк, это банк входит в топ-50, распределенная структура по всей территории России. Почему возникла необходимость? В стратегии банка указано, что по направлению развития это уход в диджитал, то есть строим цифровой банк, соответственно большое количество внешних каналов с клиентом и с партнерами. Также понятно, что ландшафт угроз у нас изменился по сравнению с тем, что было раньше, сейчас много. То есть, ну скажем так, хоть и говорят о том, что атак на банки стало меньше, где-то уходят на ICO больше, но не знаю, мы как-то не видим то, что количество уменьшается. Скорее, в части сезонных каких-то пиков еще и увеличивается. И, собственно, с чем мы столкнулись? При том, что необходимо подстраиваться под реализацию стратегии банковской. То есть, недостаток, собственно, экспертизы по каким-то направлениям, особенно в части где-то более глубокой эксплуатации систем, где-то в части мониторинга, где-то в том, что в анализе по персоналу. Ну, я думаю, тут вопросов не возникает, потому что рынок труда довольно-таки узк специализирован. И найти действительно профессионалов за адекватные деньги, ну, это могут не все банки. Буквально там максимум топ-5 готовы. Остальные сталкиваются с определенными проблемами. Режим 24.7.365 реализовать внутри, ну, это и в том числе дежурную смену тоже довольно-таки сложно. То есть, внутренних ресурсов для этого явно не хватает. По срокам на реализацию, то есть, сроки самой стратегии, реализации самой стратегии довольно-таки сжаты, соответственно, мы выбиваться за нее не можем. При внутренней реализации это, ну, довольно-таки долго выходит. Собственно, быстро нарастить мощности внутри тоже бывает довольно проблемно. Необходимо выходить на множество комитетов, защищать бюджет. Это в этом плане аутсорсеру гораздо проще нарастить внутри себя задачи под клиентом. И также есть нюанс, что независимости от внутренней политики компании. То есть, всегда там при взаимодействии с IT, с бизнесом есть определенные нюансы. Здесь проще при работе с аутсорсером. Тут нет, скажем так, какой-то зависимости от каких-то внутренних политических игр. О чем мы думали, ну, и столкнулись с определенными мифами. По уменьшению, что это сразу получаем экономию, какую-то, ну, ее может и не быть. Все зависит от того, как считать. В целом, экономия может быть при расчете финмодели по стратегии банка в целом, но конкретно под безопасность может наоборот, то есть затраты могут только и возрасти. Ну, тут тоже зависит от того, как считать. Срок на запуск. То есть, где-то декларируется, что можно запустить за месяц, два-три. Реально, ну, скажем так, если говорят за месяц, то реально это займет два-три месяца. С чем связано? Скорее, с внутренними проблемами. Ну, не то, что проблемами, но с внутренними особенностями. Изначально, так, внутренние процессы не заточены на работу с аутсорсерами, и приходится в какой-то мере их трансформировать. Плюс, ну, кроме трансформации процессов, еще нужно определять, возникает проблема с определением скупа на передачи аутсорсеру. Ну, тут тоже где-то может потребоваться до определения. То, что аутсорсеры зачастую могут быть более квалифицированы, чем свои. Тут, скорее, не всегда это так. Тут покупаем более глубокую экспертизу по каким-то направлениям узкоспециализированным, где развивать своих специалистов может быть или дорого, или не очень эффективно. Ну, и иногда говорят, что дать можно все. Ну, не все на самом деле. То, что называется governance и tactical, все-таки это внутри. То есть это и управление рисками, и оценка того, что мы можем передать. И разделение полномочий. Ну, скорее, вот сервис-провайдер, ну, по крайней мере, по информационной безопасности, это такие внутренние рутинные процессы, которые необходимо передать. То есть это security monitoring, это как SOC, так и, в принципе, мониторинг, например, по системам. Это плюс инфраструктура, то есть это эксплуатация, где системы требуют специфических специалистов. И по управлению уязвимостями, в принципе, это как непосредственно там где-то ружетивное сканирование, где-то кодревью и подобное. Но, как бы то, что касается governance, это оставляем всегда у себя. По рискам, первое, это ключевое. Изначально по регуляторике, то есть как отнесется регулятор к аутсорсингу. Что можно, что нельзя отдавать. Вот изначально возник вопрос, соответственно, все, что связано с банковской тайной и персональными данными, мы, естественно, аутсорсера решили не пускать. Тут именно чисто security audit log. Ну, то есть для этого, как мы митигируем риск, это контролируем область, куда пускаем, и, собственно, контент. То есть периодические срезы делаем. Еще ключевой риск доверия, собственно, понятно. Ну, как, скажем так, у нас в части security аутсорсинга область довольно-таки новая. Поэтому сейчас пока, ну, например, системы сертификации своей какой-то или оценки не существует. Можно, например, кто-то сертифицирует, дополнительно себя там по PCI, кто-то по ESO. Ну, это всегда плюс. Если есть какие-то возможности независимые референсы сделать, то это вообще отлично. Есть какие-то дополнительные меры контроля финансовой гарантии, но финансовой гарантии тут. Это я уже попозже расскажу по рискам связан с этим. По финансовой, скорее, это риск неправильно составленной финмодели и увеличение изначально затрат в долгосрочном периоде. То есть изначально, если планировала, составлялась финмодель на год, то в последующие, в связи с изменением скопа, может быть изменена. Ну, тут надо считать все, считать все трудозатраты. Проблема, конечно, с оценкой, не всегда есть возможность правильно оценить стоимость, особенно по людям. И ключевое, что аутсорсер не будет брать на себя ответственность, связанная с потерями, например, от инцидентов полные. То есть где-то можно договориться на какое-то, ну, частичное возмещение ущерба, где-то на какую-то компенсацию, но реально никто не будет на себя брать такой риск. Тут можно как-то выработать какие-то совместные программы, связанные с страхованием остаточного риска. По собственной модели принятия решения. Мы изначально осмотрели делойтерскую модель, то есть долго искали, смотрели. Сама модель состоит из шести элементов. Сейчас на следующем слайде расскажу более подробно, что из себя представляет. Первый этап – assess, то есть определяем вообще, зачем нам это нужно, нужно ли, определяем скоуп, определяем тех, кто будет принимать решения. Ну, тут скорее стейкхолдер в данном случае – это где-то бизнес, где-то IT. Смотрим на риски, смотрим, сколько это стоит. То есть, скажем так, самый такой крупный этап – это такая подготовительная работа. На следующем уровне prepare – это определяем SLA, если нужно RFP для оценки, для направления аутсорсера, потенциально. Собственно, дальше в UA смотрим на результаты по тому, что нам прислали, удовлетворяет это нас или нет. Коммит в части, там уже непосредственно на стадии заключения контракта. Ну, это тут ничего интересного. А вот дальше самое такое – это transition and transformation – это уже внедрение. То есть, здесь требуется каким-то образом пересматривать, скорее всего, внутренние процессы, подходят ли они для работы с аутсорсерами. То есть, не всегда такое возможно, особенно в краткий период. Optimize – это уже текущая работа. Где-то корректировка скопа, где-то корректировка каких-то дополнительных параметров, где-то пересматривается SLA в перспективе. Так, еще нюансы есть, что модели работы с аутсорсером и разные есть. Надо понять, что мы хотим. Это какие-то или отдавать какие-то отдельные сервисы, или делать какую-то связку с ними, или какой-то гибрид. Отдаем чуть ли не все операционные процессы на аутсорсинг. Но тут каждый определяет сам для себя в зависимости от своих внутренних ресурсов, от того, что кто хочет. По оценке эффективности. Классика – это просто ресурсная модель. Составляем список сервисов, процессов, что мы хотим передать. Разводим оценку по стоимости внутренней реализации, сравнение затрат. Тут есть нюанс, связанный с тем, что не всегда можно корректно оценить стоимость внутренней реализации, особенно с точки зрения персонала. Персонала сколько стоит. Потому что рыночная стоимость постоянно меняется. Где-то бывают скачки, где-то провалы в зависимости от ситуации. Аутсорсер в этом плане как-то более стабильная ситуация, потому что у них проще удержать персонал и загрузить его на 100% необходимыми задачами. Ну и, собственно, как классический инвестиционный проект, например, там NPV рассчитываем. Это уже, скажем так, для финансистов, если нужно. Тоже нюанс есть. Если мы будем рассматривать сам только ИБИ-шный процесс в отрыве от и бизнеса, и IT-модели, к чему мы прикладываем наши процессы, то результат может быть отрицательным в части того, что экономически окажется он неэффективным. Тут надо именно связки рассматривать, то есть к привязке каким-то к бизнесу IT-стратегии. Нюансы в частности связаны с подводными камнями при переходе, по крайней мере, с чем мы столкнулись. Да, ключевое – это трансформация и подготовка внутренних процессов к работе с аутсорсерами. Особенно если это в режиме 24 на 7, то есть настроить реагирование корректное, настроить сами процессы внутри. Тут не всегда это выходит сразу, то есть бывают проблемы. Связка сервис-провайдера MSSP с IT, то есть это ключевое в части реагирования на определенные где-то инциденты, где-то события. Тут это тоже перестройка внутренних процессов, но уже не ИБИ-шных, это уже где-то может потребоваться перестройка IT-процессов, особенно если в IT нет аутсорсинга. Затем это неопределенный скоп, ну это как бы может быть базовой такой ошибкой, где потребуется пересмотр. Ну это уже в процессе какой-то овенгоинга можно менять и пересмотреть. По модели управления и взаимодействия с аутсорсером, тут тоже надо смотреть, может оказаться, что модель управления аутсорсером выстроена неправильно. Ну и момент такой, что внутри должны быть ресурсы для взаимодействия с аутсорсером в самой службе информационной безопасности. Не всегда они есть, то есть скажем так, не всегда их можно сопоставить с ресурсами аутсорсера, особенно если мы хотим слишком многого, то и внутренние ресурсы должны как-то соответствовать. Неправильно определенный SLA, как со стороны аутсорсера, то есть какие-то завышенные изначально требования, чтобы… требования завышены изначально… ну, так сказать, требования, да, для того, чтобы войти в организацию, бывает. Где-то некорректно изнутри рассчитан в процессе, это можно тоже скорректировать. И такой нюанс, что обычно это расходы, это операционка, расходы некапитализируемые, то есть финансисты их не очень любят. То есть, ну, тут с этим ничего не поделаешь. Тут скорее вопрос именно в сроках реализации, что можно это как-то ускорить по сравнению… и это принесет больший эффект, нежели это реализовывать своими силами. Собственно, все. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова